Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий Анатолий Червец. Как обычно, как всегда, участники все вы, набравшие номер телефона 847-400-5200. Откуда я взял 841? Без понятия. Но, тем не менее, 847-400-5200. Ну и мы вещаем на частоте 14.30 а.м. 99.1 фм. Вы нас можете видеть и слышать на нашей веб-страничке radioNVC.com, на нашей страничке Facebook RadioNVC, на нашем YouTube-канале RadioNVC. Зайдя на этот канал, пожалуйста, как обычно, нажмите кнопочку регистрация или subscribe. И вы знаете, что вы, сделав это, получите самую последнюю информацию, самые новые наши программы, извещения о наших программах и так далее. Так что это действительно очень полезная вещь. Теперь те, которые слушают нас на своих гаджетах, пожалуйста, загружайте бесплатное приложение RadioNVC на свои айфоны и опяды. Будем общаться таким методом. Ну, а те, которые используют платформу Android, пожалуйста, через ваш браузер выходите на нашу веб-страничку radioNVC.com и, опять же, будем с вами общаться. Итак, номер телефона в студии 847-400-5200. Начинаем наше неполиткорректное ток-шоу. А начнем мы его, конечно же, с новостей, которую очень долго мы все ждали, по крайней мере все те, которые следили за событиями вот буквально последних двух лет. И мы знаем, что, как его называют, инспектор дженерал Хорвец должен был выйти с рапортом. Долго мы этот рапорт ждали. Он должен был выйти сначала вроде бы в июне, потом в июле, потом в августе. Наконец-то вот он сегодня вышел, этот рапорт. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, то ли 85, то ли 86 страниц. Ну, и скажу вам честно, все те, которые ожидали все-таки того, что правосудие восторжествует, конечно же, получили огромное разочарование от этого рапорта по одной простой причине. Этот рапорт оказался в принципе таким же абсолютно скучным, абсолютно не каким-то бесцветным в отношении того, что же все-таки происходило с директором ФБР Джеймсом Коми. И скажу вам честно, я лично, я очень расстроился не потому, что я существо кровожадное. В принципе, есть такие вещи, где, ну, если ничего не произошло, то не произошло. Но мы это все прекрасно понимаем, что произошли абсолютно из ряда вон выходящие случаи, ну, скажем так, мягко говоря, которые абсолютно, абсолютно не подлежат описанию в том смысле, что правосудие, мы не можем сказать, что правосудие восторжествовало. Не знаю, не знаю, какие причины такого рода рапорта. Ну, единственное, что у нас еще есть надежда на то, что есть еще один человек, который работает также и расследует все то, что касалось Файза Уоррент, это суда, который выдавал разрешение на прослушку и так далее. То есть это еще, конечно же, происходит, но сам рапорт вот этого хоровца оказался, в принципе, ну, как вам сказать, пустышкой. Пустышкой в том смысле, что формулировка такая. Несмотря на то, что были нарушены огромное количество или множество правил и порядка действия сотрудников ФБР, при всем при этом никаких криминальных предложений не последовало. В том смысле, что да, ну вот Коми нарушил вот этот порядок судопроизводства, вот этот порядок, и этот, и этот, и этот, и, в общем, миллион разных порядков, тем не менее это всего лишь навсего административные нарушения, и мы, мы, я имею в виду Хоровиц, не видели никакой криминальной деятельности этого человека. Ну вот, примерно так. То есть, давайте я приму звонок. То есть, я вам скажу, в принципе, мне это очень, опять же, сильно напомнило то, что происходило в свое время с Хилари Клинтон, где, сколько там было, 17 агентов ФБР потратили более 140 часов расследования ее деятельности, и после всех дел пришли к выводу о том, что, в принципе, никакого криминала она не совершала, а то, что она, да, совершала, ее, в принципе, невозможно за это судить. Ну вот такая ерунда. Это при том, что мы знаем, как Хилари Клинтон поступила со своим сервером, как она поступила со своими телефонами, то есть, она стерла более 33 тысяч электронных сообщений со своего сервера, она разрушила, по-моему, 2 или 3 телефона, на которых были какие-то следы ее переписки с различными персоналиями, и, тем не менее, вот после всего этого, якобы с подачи Лоретты Линч, генерального прокурора, ФБР ничего не нашло того, чтобы заслуживало внимание суда. Ну вот мы сегодня видим абсолютно ту же самую картину. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. В принципе, все очень просто. Растуют только те, которые, в сущности, имеют возможность нас шантазировать. Вы же понимаете, это звучит на спешантаз. Ваши дети не учатся в школе. Ну, куда девать этих детей в течение, там, довольно долгого времени? Ну, никто из них никогда не говорит об уровне образования, что он должен учиться. Нет, об этом вообще никто не говорит. Должны учатся их условиям. Ни детские, ни образования, ничего. Об этом ничего не говорит. Окей, спасибо большое. Я не хочу, вы уходите в какие-то непонятные дебри. Причем здесь образование? Причем здесь шантаж? Причем здесь учителя? Это немножко не из той оперы, простите меня. Но если вы сможете найти какой-то более приближенный пример, пожалуйста, перезвоните. Я просто не хочу уходить в сторону от той ситуации, о которой мы говорим. Итак, что произошло с Клинтон, мы знаем. Что произошло с Коми, мы знаем. Я вам скажу, больше всего меня расстроило две вещи во всей этой ситуации. Ситуация номер один – это то, что человек, который трижды, трижды врал на слушаниях в Конгрессе и в Сенате, я имею в виду в Нижней Палате и в Сенате, трижды врал. И одним из этих случаев он врал никому иному, как Лэнзи Грэм, который является председателем юридического комитета Сената. Это очень серьезный комитет, который, по идее, должен был настоять на том, чтобы Коми был осужден за вранье под присягой, вот точно так же, как они практически уничтожили генерала Флэн, человека, который 33 года отслужил нашей стране, который участвовал в боевых действиях, который заработал свое, ну, очень такое порядочное, очень высокую репутацию, и этого человека уничтожили буквально в течение пару месяцев ни за что иное, как за то, что он якобы обманул следователей ФБР. И вот этого человека просто уничтожили. И его, и его семью, и грозились посадить его сына, и так далее. Понимаете? И вот этот человек, который до сих пор сидит, а он всего-навсего один раз, и то он не соврал, он просто не вспомнил о том, что, да, действительно, была встреча, которая абсолютно ничем не была такой заурядной. Это была просто очередная встреча во время перехода власти от одной администрации к другой, и он встречался абсолютно официально. То есть там не было никаких подвохов, и тем не менее этого человека уничтожили. Тут же человек, который, во-первых, создал утечку информации, во-вторых, трижды врал под присягой. Человек, который, мало этого, он припрятал документы, которые потом в дальнейшем нашли при обыске, это после того, как его уволили, и как он должен был сдать все свои переписку, все свои записки, бумаги, информацию и так далее. И этот человек после всех дел сегодня выступил уже на пресс-конференции и сказал, ну что ж, я от вас не буду требовать извинений в мой адрес, но меньше верьте тем, которые вам рассказывают сказки о моих там проступках и так далее. Подчеркивая то, что он имел в виду не только президента Трампа, но и следователей, которые расследовали его поступки и так далее. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Я согласен с вами по поводу доклада Горовиса, но мне кажется, неудачный пример с генералом Флином, не такой же он пушистый. Все-таки он получал, как иностранный агент, а правительство Турции 400 тысяч долларов, будучи не зарегистрированы. Подождите секундочку, он ведь... Секундочку, давайте разберемся. Он ведь сел не за это. Он ведь сел, Флинн сел за то, что он... Я понимаю, в чем его обвиняют. Мы не обвиняли, хотя мы могли. Окей, еще раз. Давайте, вот я человек фактов. Мы говорим по фактам дела. Флинн... Все, Анатолий, я согласен с вами. Я не прав, но вы считаете, что я обманываю. Нет, 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 нет. В каком случае вы не обманываете. Вы абсолютно правы в том, что вы говорите. Но ведь Флинн, вы со мной не согласны, он не такой пушистый. Я ведь не сказал, что он пушистый. Я сказал, что его посадили просто не за что. Я понял, что по делу вы правы, он обманул и вбирает. А то, что он получил, вы знаете, точно так же, как Менафорд. Вот я абсолютно... Мне не жалко вот этого Пол Менафорда. Мне не жалко Коэна. Они получили по заслугам за все те нарушения, которые они сделали. И они сидят не, как говорится, не без вины виноваты. Флинн, если бы его посадили за то, что он нарушил вот этот Фара Экт, да, вот как посадили Бутину, кстати. Я понял. Если бы его за это осудили, я бы сказал, ну, слушай, нарушил, будь здоров, иди сиди. Но если его взяли за обман во время расследования, а тут сидит человек, который трижды врет под присягой. Флинн ведь не врал под присягой, кстати. Флинн врал. Ну, Анатолий, просто я хотел акцентировать, что несмотря на все его заслуги, не такой же он и честный. Ну, там нет честных людей. Я вам скажу, я не верю в то, что кто-то ни в правительстве, ни в администрациях, я не говорю именно про эту или про какую-то определенную, там честных людей нет по определению, потому что там честному человеку просто нечего делать. Поэтому... Спасибо вам большое, Анатолий. Спасибо. Вы, конечно же, правы, что... Слушай, если бы его взяли за одно место, за то, что он нарушил вот этот Фаррайя, пусть сидит. Это такое дело. Он знал, на что он шел. Но вот именно с Коми, вы знаете, человек, который... Я теперь понимаю, вот клянусь вам, я действительно теперь понимаю, почему буквально с момента его увольнения из органов ФБР этот человек вел себя так, как он себя вел. Вот настолько вольготно, настолько нагло, настолько... Вот такой человек, ну, вот как будто он ничего не боится. Теперь я понимаю, почему. То есть, я думаю, что вот все то, что он делал, там было достаточно умов, я имею в виду легальных, то есть адвокаты и эти прокуроры и так далее. То есть, все эти поступки были продуманы, что даже если провалится это дело, то, в принципе, ему за это ничего не будет. Вот тут меня это очень сильно расстроило, но у меня есть надежда на то, что все-таки, все-таки. И вы знаете, я вам скажу честно, я не хочу... Давайте я приму звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Добрый день. Добрый. Дело в том, что, как говорил Сталин, до генералов очень много, так и получил сплитом. Генералов в Америке тоже много. Я не понимаю, почему Трампа его отпустил. Обычно такие дела, знаешь, как мы своих не бросаем. Его просто кинули под танк. А такие силы кинули одна, коми один. А за ними стоят такие люди, что они ни тот, ни другой ничего не боятся, и ничего им не будет. И за тем чуваком, который, который три раза врал под присяги, он, в принципе, то же самое. За ним тоже стоят люди, которые его прикроют, закроют, прячут, и ничего никогда ему не будет. Вот и все очень просто. За ними стоят все, а за другими стоят никто. Вот и все. Да, наверное, Генчик, наверное. Спасибо. Я, опять же, у меня такое двоякое чувство. С одной стороны, я понимаю всю, как говорится, безнаказанность вышестоящих, поэтому, в принципе, да. Но с другой стороны, вы знаете, меня... То есть, одно дело, когда люди делают что-то и абсолютно вот поймали случайно с поличным там где-нибудь, как-нибудь. Это одно. Но когда люди настолько себя безнаказанно чувствуют и действуют, я вам скажу честно, это... Ведь все то, что происходит сейчас, оно же не происходит просто вот чисто внутри нашей страны, и никогда не выйдет за ее пределы. То есть, это... Вот всю эту информацию будут получать люди в очень многих разных странах. И я вам скажу, если раньше, допустим, мы гордились, Америка гордилась тем, что, ну, ребята, это... Да, есть, конечно, у власти стоящие или власть держащие, но тем не менее, если вот кто-то там приступает к какую-то черту, этот человек становится, как говорится, на одну ступень со всеми. И в доказательство этого давайте подумаем такую вещь. Ведь до того, что к власти пришел, пришла чета Клинтона, в принципе, в Америке так оно и было. И люди отвечали за свои поступки, люди отвечали за свои какие-то действия. но почему-то все это перевернулось с приходом к власти четы Клинтона, которые, действительно, люди, которые с ними связаны, люди, которые находятся вот именно в кругу вот этой четы, стали абсолютно безнаказанными, стали абсолютно не подлежащими никаким законом, тогда становится вопрос. Ну, хорошо, допустим, Коми ничего, то есть, три раза соврал под присягой и ничего ему за это не будет. Тогда у меня вопрос. Хорошо, значит, если я совру под присягой, по идее, мой адвокат должен будет использовать вот прецедент Коми для того, чтобы меня освободить от ответственности. Правильно? Или нет? так как я это понимаю. Вот в чем создается проблема. То есть, когда создаются вот такие прецеденты, которыми потом, в дальнейшем, могут воспользоваться не очень честные на руку люди, это опасно. Это опасно для страны, это опасно для нашей же безопасности, это опасно для нашей репутации, я имею ввиду нашей в смысле репутации Соединенных Штатов Америки. Вот, что меня больше волнует, чем тот факт, что, ну, подумаешь, Коми не посадили. Ну, ладно, не посадили, так не посадили. Тут миллион убийств не могут раскрыть, и ходят убийцы по улицам, и, в принципе, ничего с ними не происходит, но об этих убийцах никто не знает, кроме органов правоохранительных, а ведь тут все выходит наружу. Добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста, приглашите ваше радио, пожалуйста. Так, понятно. Понимаете, вот в чем моя проблема, то есть, по отношению ко всему тому, что произошло. Итак, подводим черту. Значит, Коми пока что сумел избежать каких-либо судебных процессов. За все те нарушения административные, которые он совершил, его уволили, он был уволен, поэтому, казалось бы, то есть, вроде бы, все получили, как говорится, по заслугам. вопрос только в том, что почему-то никто не углубляется и не идет дальше, чем простые административные нарушения, там, бумажку не сдал, или, хотя мы все прекрасно знаем, что утечка информации из органов ФБР криминально наказуема, криминально, не административно. вот тут стоят вопросы. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну, значит, никакого заговора не было, все было по закону, шпионов посылали по закону. Что же наши дети, какой урок они получат? Вот, те, кто кончает школу, они ведь и все можно делать. Ну, в принципе, да, можно, это можно, только кому вопрос. То есть, если бы наши дети имели такую же, спасибо большое, если бы наши дети имели такую же защиту, как коми, ну, наверное, могли бы все и делать. Хотя, я думаю, что те, которые находятся в этих кругах, они и так знают и понимают, что им можно все. Но, тем не менее, то есть, опять же, у меня миллион вопросов, и когда эти вопросы появляются у меня, я понимаю, что они появляются или, по крайней мере, должны появиться у людей, которые занимаются юриспруденцией. Кстати, я пока еще не слышал пресс-конференции нашего генерального прокурора Белл Бар. И его отношения к вот этому рапорту, который он получил от Горовца. Опять же, мы прекрасно знаем, что этот рапорт, он не вышел просто так в никуда. Значит, когда по порядку, по законам Соединенных Штатов, когда заканчивается расследование генерального инспектора, его рапорт должен попасть в руки генерального прокурора, и этот генеральный прокурор, исследовав досконально этот рапорт, должен принять решение. Так вот, пока что мы еще не слышали отношения нашего генерального прокурора к тому, что написано в этом рапорте о том, как это написано. Кстати, я сегодня очень внимательно слушал текст этого рапорта, ну, естественно, не все 85 страниц, но, тем не менее, должен вам сказать, что ну, более завуалированных фраз, наверное, я вообще никогда не слышал. То есть, эту фразу нужно прочитать 25 раз только для того, чтобы понять вообще, о чем в ней написано. Поэтому, опять же, я понимаю, что это делается специально, я понимаю, что это делается для того, чтобы, мол, как говорится, ну, вот ты сам и понимай в меру своей распущенности. Вот, поэтому мне, конечно, очень интересно услышать мнение нашего генерального прокурора по этому поводу. Но, у меня единственная надежда на то, что все-таки мы еще ждем окончания расследования Белла Дургема, который, ну, посмотрим, посмотрим, вот, что он напишет. Итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас делаем небольшую паузу, и потом вернемся и продолжим обсуждение этих рапортов, ситуаций и так далее. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый день, дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, слушайте нашу Волну 1430 АМ. Итак, мы продолжаем наше неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200. Мы обсуждаем тему выхода рапорта Горовца по поводу Джеймса Коми, его действий во время предвыборной и потом во время выборов Трампа на пост президента, и давайте сейчас примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда оправдали скажем так Коми, это было месяц, два месяца, я уже не точно не помню, я позвонил, вы как раз вывели перед это вместе с Леоном Ванштейном и задал Ванштейн вопрос о том, что мы ожидаем от Корвиса и Бара в следующих вот этих расследованиях. И на что он, мне кажется, ответил более близко к истине, он сказал, что в течение восьми лет правления Клинтона, а затем и после Клинтона при Обаме они собрали столько до стен на всех членов республиканской партии элиты вообще и не только вообще и структуру, спецслужбы и так далее и тому подобное, что то довести истину до конца будет невозможно. И вот мы сегодня уже убедились в этом, вот этот Корвис тоже вроде бы честно, порядочный и так далее, но ему тоже не дали возможность довести дело до конца и я думаю, что это происходит вследствие того, что со школьных скамей и университетов дети внушают о том, что надо ввести страну к социализму и все и вот эти школьники, которые сейчас занимают юридические и там и среди спецслужбах, они не дают возможность нашим республиканцам вести себя вне социализма, скажем так. Окей, спасибо большое. Значит, насчет того, что были собраны компроматы и так далее, еще раз, я никогда не тешил себя надеждой на то, что к суду будет призвана Хиллари Клинтон, я никогда не тешил себя надеждой на то, что будет призвана Лоретта Линч. Почему? Потому что это действительно люди так называемого высшего эшелона. Но вы не забывайте одну простую вещь, что пока что если бы все было так плохо по поводу компромата и так далее, во-первых, не уволили бы Коми с поста директора ФБР, во-вторых, не уволили бы его заместителя Эндрю Маккейб, в-третьих, не увольняли бы ни Питер Страк, ни Лиса Пейдж, ни Брус Ор, кстати, Брус Ор это четвертое лицо в министерстве юстиции, то есть это не какая-то там мелкая сошка, путающаяся под ногами, а это четвертое лицо по должности в министерстве юстиции, поэтому вот именно потому, что эти люди были уволены, причем Эндрю Маккейб был уволен за два дня до того, как его пенсия вошла бы в силу, вот все это меня, как говорится, тешевая надежда именно на то, что где-то на уровне директора ФБР или даже начальника, то есть директора ЦРУ, директора, то есть вот на этом уровне все-таки правосудие будет работать, и вот поэтому я настолько сегодня во-первых расстроен, во-вторых, если честно, очень сильно поражен, потому что такие должности, как директор ФБР, вы понимаете, это такая должность, которую это разменная монета, это политическая должность, вернее, она не должна быть такой, давайте говорить так, должность директора ФБР, должность директора ЦРУ, по идее, не должна быть политической, это люди, которые призваны ФБР защищать страну внутри от врагов внутри страны и цру призваны защищать страну от врагов внешних знаете независимости от политической принадлежности поэтому ну вот такой компромат я не знаю ли это правильное объяснение тому что происходит добрый день в эфире пожалуйста тот кто собирал компромат они же расследование они очень давно находится в этих кругах в аппарате да то есть за эти годы очень много грехов также как я не знаю что там были грехи и просто угрожали его детям этого верховного судьи который оправдал обама кера но там явно запугивали и вот у меня вопрос вот кого вы перечислили всех кого уволняли этого менял трамп у них нет компромата он не был политишин он им давал деньги на их избирательной кампании на него не надо было собирать компромата вот ему нужно найти такого человека как он сам на которого у них нет компромата ну да я понимаю во первых это будет очень тяжело во вторых пусть найдет еще одного такого ну пусть да легко сказать мне надеются да спасибо добрый день вы в эфире здравствуйте но посмотрите значит генерал заслуженный флинт сидит потому что он к ноу консерватив да а вот эти вот все которые так называемые демократы мерзавцы подлецы не могут быть привлечены к ответственности о чем это говорит у нас точно такое же правосудие сейчас по отношению к демократам так как у путина путин и все его окружение не подлежат никакому правосудию точно также наши демократы то есть если мы не выберем в этот раз республиканцев любых они демократов чтобы и естественно президента нашего то наша страна превращает не просто превращается она уже практически превратилась в путинскую россию понимаете да да понимаю спасибо большое баре самое страшное то что опять же компромат я понимаю я понимаю также что вот горовец причем я давал себе когда-то слово о том что чтобы не произошло в результате его если расследование я никогда не буду его укорять в том что он назначенец обамы а он действительно назначенец обам теперь вот поэтому мне очень интересно услышать мнение в нашего генерального прокурора потому что наш генеральный прокурор явно не выдвиженец обамы теперь есть как говорится даже у еды которую уже съели есть два выхода вот точно также есть два выхода из ситуации вот с этими расследованиями значит либо белбар сидит тихо и пытается не создавать волны зная что будет содержаться в рапорте на человека которого он назначил прокурором по расследованию дургом да ну и тогда действительно он уверен в том что там будут призваны к суду все те которые обязаны быть призваны к суду это выход номер один либо второй выход действительно в нашей наша страна превращается ко всему моему сожалению в банановую республику там где это касается правосудия и фактически никакого правосудия нет есть абсолютная безнаказанность вот тут хотелось бы верить что это не так добрый день в эфире здравствуйте а вот обама когда назначал любые его назначенцы проходили когда наш трамп назначает он вот на должность председателя фрс директор фрс хотел назначить двух совершенно других людей у него было две очень хорошие как бы абсенс не дали и дали только вот назначить вот этого вот и все то есть понимаете не дают ничего то есть опять же я возвращаюсь к вопросу тому что если мы не выберем республиканцев сенаты в конгресс если мы не переизберем трампа мы окажемся в советской россии с концлагерями и всем прочим потому что если посмотреть на этих двух этих исламисток если им все позволено это будет значит ислам и это будут конечно концлагеря и все прочее это не преувеличение а это наше будущее спасибо спасибо большое с этим спорить невозможно но единственная вещь то есть проблема которая у меня с этим есть это то что вы понимаете если правосудие как такового нет на уровне правительства или на уровне государства то в принципе ну вот какая раз но хорошо выберу допустим переизберут трампа будет большинство в конгрессе будет большинство в сенате допустим теперь ведь компромат никуда не девается правильно компромат в руках демократов то ли это клинтон и то ли это еще кто-то то есть имея в руках такой компромат можно управлять в принципе оказывается любыми политическими процессами и вот это меня волнует намного больше чем то посадят коми или не посадят я в принципе мне от того что его посадят мне лично не холодно не жарко но хотелось бы увидеть какой-то на юридический процесс того что происходит в стране и вот это очень важно очень важно иметь так называемый дел фас из то есть обязательно должен быть юридический процесс если он не работает если он не работает на таком уровне то я не знаю на что тогда можно надеяться добрый день в эфире здравствуйте вы знаете мне кажется их посадить невозможно потому что в общем то были только слова действий не было но вроде как я я не видел бы слова переписка о том что мы должны но конкретно здесь и по этому поводу вроде бы не было а что вы думаете за слова бог могут ли посадить а высшее руководство подождите секундочку давайте мы разберемся вот в том что вы сказали не вешайте трубку пожалуйста значит что значит не было действий значит коми выдал информацию которая была собственностью фбр в средства массовой информации это нарушение закона соединенных штатов об утечке информации дальше было нарушение того что в суд который должен был утвердить прослушку граждан соединенных штатов была подана фиктивная информация не проверенная под видом проверенной правильной информации то есть это обман в суде дальше когда у коми спросили знает ли он что-либо о слежке за лицами за гражданами соединенных штатов он сказал мне никогда не знаю ничего и ничего не слышал прекрасно понимая что это слежка была и это слежка была даже инициирована им самим то есть это обман в сенате и обман в палате представителей дальше созданное досье которое было не просто высосаны из пальца а это досье которое было состряпано это уже все доказано это не то что мы догадываемся это досье было состряпано компании которую проплатила хиллари клинтон и это опять же это все известно пока что я говорю только о фактах не о слухах так вот компания фьюжен gps во главе с гленом сэмсоном из новый ор создала это досье вы как говорится именно создала и вот эту информацию потом подали фбр который потом воспользовался для подписания с вами с вами трудно не согласиться на поле единственное что мне кажется так что в суде они скажут что это были просто слова и просто действий никаких не было этом это не было секретная информация которую передали в прессу наверное наверно наверно вы правы но все это любой я может повернуть может может вот поэтому вот вся надежда именно на систему правосудия очень потому что дальше мне кажется что если бы они хотели уже что-то сделать нас кормили все лето обговорили в конце конце мая потом сказали в конце июня в начале июля береже конец августа никаких действий полная тишина но мы можем это списать наверное на то что летние каникулы все разъехали но все равно три месяца это очень много и до следующих выборов остался всего год и я не знаю мне уже кажется что они это дело просто похоронили опять же мое мое мнение некомпетентно и ничего дальше не очень спасибо большое я в принципе страшно в это верить но я уже начинаю где-то задумываться над вашим мнением почему потому что знаете как говорят утопающих хватается за соломинку вот похоже что такой соломинкой остался как говорится последний оплот это расследование джана дома который все-таки у него вы понимаете тут немножко и вот что меня обнадеживает такой генеральный инспектор хоровец у него абсолютно нет никакой власти и никакого права ночи как говорится именно в конечных результатах его расследования то есть да он он перелопачивает гору информации но тем не менее он не допустим он не имеет права допрашивать макейба потому что тот больше не работает на фбр он не имеет права опрашивать строка он не имеет права опрашивать лысу пейдж он не имеет права в принципе допрашивать даже коми почему потому что коми не является на сегодняшний день сотрудником аппарата а инспектор дженерал имеет доступ только к тем которые на сегодняшний день являются сотрудниками то есть он лопатит бумажный ворох не имея права на то чтобы допросить именно участников вот этого процесса теперь это город дюргем обладает совсем другими полномочиями дюргем он государственный прокурор или обвинитель и вот он как государственный прокурор имеет право доступа кому угодно по крайней мере к людям которые на сегодняшний день еще живы то есть вот он сможет допросить и коми и макейба и он сможет допросить питера строков и супеич он сможет допросить этого стила он сможет допросить всех вот эти лица и уже получив информацию непосредственно из источников он имеет право не только на допросы и расследование он имеет право на обвинительные дела то есть приговор не приговоры прошу прощения он имеет право на обвинительные претензии вот это немножко более как говорится обширный такой спектр то есть он фактически не будучи названным специальным прокурором он фактически является специальным прокурором вот такого типа как был малыр просто малыр был объявлен спец прокурором а это человек будучи официально государственным обвинителем ему поручили расследование этого дела вот в этом разница и вот тут теплится надежда того что все таки и поэтому мне кажется бар особенно не рвется выступать он ждет именно окончание расследования вот билл дурима добрый день в эфире извините пожалуйста еще раз войну а мне во первых кажется что хоровец кроме этих сотрудников может опросить целую кучу подчиненных этих же лиц которые были подчиненными что тоже дает много 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 информации и на основе той информации наверное можно было уже составить какое-то заключение и второй вопрос а что вы думаете вообще насчет того что эти люди которых вы назвали такие как маки уже уже выступают очень хорошо себя чувствует я не помню но я вам скажу такую вещь с одной стороны это хорошо что такие люди работают на сене почему потому что это говорит именно о кредитоспособности этих компаний и о их экспертах это в принципе это неплохо человека которого выгоняют с должности зам директора фбр за обман и тем не менее его берут как эксперта в компанию cnn в принципе это подарок республиканцев кстати коми тоже там пытается кстати он сегодня на сегодняшний день уже есть информация что он пытается получить работу в компании и бисе там где основным журналистом в кавычках является попадалось джордж попадалось вот в общем это то что касается принятия принятия на работу послушайте их не обвинили они имеют право работать там где они хотят понимаете тогда тогда если посмотреть с другой стороны посмотрите на нашего генерала слина которого обвинили понимаете обвинили в принципе в том что он набрал насколько я помню вайс президенту трамп его уволил да он не сказал правду вайс президент да но это же потерянный человек его же мы полностью разорили он сам говорил что меня разорили да мне пришлось продать дома все и посмотрите какая разница ну разница вы понимаете разница в чем люди процветающие а тот человек оказался разоренным хотя вот единственное что он обманулся встречался с послом да да но вы понимаете разница между флэном коми и макейбом в том что флэна обвинили и признали виновным коми и он признал себя виновным признал себя виновным в том что он коми и макейб не были ни в чем обвинены они были обвинены в обмане но они не были обвинены в криминальных поступках и поэтому и они еще не были признаны виновными поэтому до признания невиновности как раз тут я абсолютно согласен презумпция невиновности должна работать они имеют право работать где они хотят но если на них подадут обвинительные анатолий еще тогда маленький вопросик вот представьте то же самое только с другой стороны то же самое сделали республиканцы по отношению к демократам их возьмут куда-то на работу нет никогда то же самое то же самое они еще не обвинены они ничего ничего еще не доказано они уволены с работы но их в любом случае не возьмут на факт снизу чтобы они были там комментаторами или корреспондентами согласен согласен тут спорить нечего потому что конечно же абсолютная разница демократов и республиканцев ну что сделать добрый день вы в эфире говорите пожалуйста здравствуйте я еще хочу знаете что добавить вот единственное на что у меня в общем то надежда дело в том что мы все должны понимать что если будет такая ситуация что будут сажать только республиканцев только консерваторов которых 50 процентов этой страны а демократы как бы это опять же как бы создали тоталитарную свою систему и они вне закона вне закона то есть они не подлежат никакому преследованию это конец республиканцам это конец этой страны вы думаете если я это понимаю и миллионы это понимают это не понимает а наш президент не понимает вся его администрация не понимает миллионы республиканцев и верхушка не понимает понимают то есть они понимают что если не осудят не осудят если не сумеют доказать если не посадят то это конец всем им их детям нам всем и всей этой стране поэтому я думаю что пока что да нет никаких результатов но не может такого быть чтобы они не работали над этим просто если этим можно просто сказать что не трогайте нас вот я женщина например и я говорю что вот этот вот меня изнасиловал 30 лет назад и вы мне должны верить у республиканцев совершенно другая ситуация у них нет такого такой привилегии они должны все доказывать до мелочей поэтому я думаю что в конечном счете все-таки сумеет как-то доказать то что нужно доказать и а нам надо соответственно помогать республикан мария простите я должен пойти на рекламную паузу но ваши слова до богу уши полностью с вами согласен так что давайте будем надеяться оставайтесь с нами скоро вернемся мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина номер телефона в студии 847 400 500 добрый день вы в эфире здравствуйте здравствуйте а вот я вижу тут вот женщина звонит я не знаю как ее звать она молодец дай бог я здоров она умная можно идти в бой в разведку куда хочешь это нормальный человек а куда смотрят армии вот флина посадили а где солидарность армейская тут должны военные все поднять бучу как в Чили было или как в России раньше и так далее где их солидарность человек осадят скоро их всех пересадят вот так должно быть и всех арестовать всех кого надо разобраться навести за 2-3 года порядок а потом будет демократия дай бог дай бог добрый день вы в эфире алло говорите пожалуйста или не говорите а вот я звонок добрый день вы в эфире здравствуйте вы знаете сколько времени задержали насколько на сколько месяца снижали репорт внутри вот мне кажется все эти три месяца кто-то его очень сильно причесывал как вы сказали фразы такие что непонятно сразу вообще о чем ее речь и надо по несколько раз читать для того чтобы что-то понять вот это специально вот эти три месяца перефразировать кто-то специалист большой в английском языке или в лоерском языке я не знаю кто там уже был но вот это вот его превратили в такое вот как говорится в ребус чтобы мы разгадывали что же там такое написано ну я вам скажу такую вещь еще кроме этого вы абсолютно правы в том смысле что задержали может быть его и причесывали но нас постоянно кормили причиной того что задерживают репорт это поступление все новой и новой и новой информации где это вся информация ну нельзя показывать вы же сами говорите что запугали так и мне кажется Горовец еще не такой вот как говорится белый пужистый такой бескомпромиссный и честный нам говорили что демократической партии нам говорили что малыр тоже человек просто незапятнанной совести незапятнанной репутации у каждого есть какие-то грехи но человек без грехов быть не может понимаете утрамполь тоже наверное есть они о них просто не знают нам повезло они о них не знают наверное может быть безгрешных людей не бывает и вот они иногда пользуются этими грехами а иногда они просто запугивают угрожая родственникам и детям и так далее в общем это вообще мафия высшего разряда спасибо вам добрый день вы в эфире алло да говорите пожалуйста здравствуйте несколько слов скажу о текущем а потом есть для вас положительные хорошие новости давайте давайте нам надо что-то положительное тоже внести по поводу Флина хочу сказать почему с ним так жесточайшему можно расправиться только по той простой причине потому что войдя в кабинет трампа он собирался реорганизовать службы вот это самое страшное для них а почему они это уже не имело значения вот это жестокое по поводу того что сейчас не объявляет это все тянут мне кажется это все-таки давайте так скажем тактический шаг и я думаю что все это вывалится где-нибудь весной следующего года это тактически может быть может быть а положительно а положительно сейчас вам скажу такую это было вот пару дней назад что ли или может вчера даже Трамп подписал указ о том чтобы нашего дорожайшего предыдущего обожаемого президента который отторговал себе два с лишним миллиарда долларов на двадцать лет вперед на всякие поездки так он его лишил этого это вам известно нет я еще в этом вот это самое главное мало того он отозвал агентов секретной службы которые ездили с ним ранее на все вот эти отпуска где он провел три месяца в год он потратил почти 700 дней где он не работал вообще они ели спали в гольф играли и так далее так он с них возьмет за то что они работали просто брюки 214 миллионов долларов от них ну есть да спасибо большое спасибо кстати насчет именно финансовых новостей опять же появляется такой вопрос обама войдя в белый дом его как говорится вся его стоимость была по моему если я не ошибаюсь где-то 400 тысяч долларов на сегодняшний день у обамы его стоимость 140 миллионов долларов я так примерно посчитал своим скудным умишкам и этих денег ну никак не собрать за даже восемь лет президентства получая зарплату президента вот есть вопросы да поэтому мне интересно почему я затронул эту тему потому что тут сплошь и рядом задают все вопросы почему трамп не покажет источник своих доходов и свои декларации и счета в дойче банки и так далее ну вот почему-то я ни у кого не слышал вопрос откуда состояние в 400 тысяч даже после восьми лет работы президентом выросло до 140 миллионов и никого это не интересует никто ничего не спрашивает добрый день вы в эфире добрый день анатолий а вчера новую информацию мельком не могу толком сказать но вроде бы обнаружилось какое-то письмо обама кому-то высокому лицу из ирана вот в тот момент когда они сделали это соглашение по предотвращению обогащению урана и так далее по ядерной сделке с ираном вроде бы письмо такого ну прям будем говорить вроде такого предательского содержания но я так слышал мельком края муха может быть вы знаете если честно я не слышал но я обязательно попробую в этом как говорится покопаться немножко потому что это да это интересная информация честно да 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 по моему в программе так я попробую покопаться в этом да спасибо большое спасибо да интересно в общем знаете так постепенно из лоскутков кусочков и мазков разных создается такая очень интересная картина по поводу того ну во первых как работает правосудие в нашей стране во вторых по поводу того как по поводу безнаказанности определенной касты людей в нашей стране и кстати очень часто вот у меня с моим товарищем адвокатом постоянно возникает такие обсуждения где он мне постоянно говорит о том что вот это вот законы в америке вот такой закон в америке вот такой закон на что я ему говорю ты понимаешь если бы в америке все было идеально по закону ну наверное об этом бы стоило говорить но так как в америке действительно вообще такое впечатление как будто какие-то разные кодексы в разные законы в разные книжки uste информация по поводу законов и вообще непонятно каким же законам все-таки следовать вот поэтому ну видите не все так однозначно не все так просто теперь хочу быстренько пройтись по нашим делам в городе чикаго сегодня для всех тех которых интересуют дела именно в нашем городе я имею ввиду именно в городе чикаго сегодня вечером состоится так называемый стоит of the city address то есть вот у нас есть вы знаете что есть раз в году такое как бы доклад отчет президента который называется стоит of the union то есть состояние дел на какой-то определенный отрезок времени в нашей стране так вот сегодня вечером 6 часов по чикагскому времени состоится отчет мэра города чикаго о состоянии дел в нашем городе и одна из самых наверно страшных новостей это будет ее доклад о долге нашего города о финансовом долге нашего города или о дефиците бюджета нашего города который по многим источникам может составить около миллиарда долларов это городской дорогие друзья это не штатовский значит мэр лайтфуд она мэр города чикаго она не будет отчитываться о долге финансовом штата или иной она будет отчитываться о долге города чикаго который еще раз по разным источникам может составлять в районе миллиарда долларов это вообще что то то что ну во первых не на одну нормальную голову не налезет а во вторых как собирается простите как собирается балансировать как собираются выравнивать вот этот дефицит за счет чего за счет то есть даже если они поднимут налоги в два раза на имущество я имею ввиду на недвижимость мы близко не подойдем даже близко к тому что им придется выплатить поэтому не знаю и кроме этого значит у нас есть такая еще ситуация где она уже предупредила наших олдерменов по поводу того что информацию которая она собирается представить они чтобы они были готовы готовы от этой информации у них челюсть может упасть до уровня пола представляете вот интересно что это собирается быть за информация ну кроме того что она предложила все так называемые повышение налога на недвижимость которая стоит выше миллиона долларов я имею ввиду недвижимость то есть дом о так называемом тренсфер текст то есть если вы его собираетесь продавать вы еще должны будете кроме всех дел на заплатить налог на продажу этого дома то есть это дополнительный налог на во время продажи этого дома в общем не понимаю и не понимаю что здесь происходит как это все будет тут у нас на носу забастовка учителей chicago teachers union которая требует сумасшедших денег от города чикаго в городе чикаго похоже задолженность миллиард долларов и в общем куда это все придет но я знаю что допустим штат ним не может быть обанкротен но абсолютно спокойно может быть обанкротен город любой город в любом штате так как например это произошло в городе детройт так вот я ну как вам сказать очень надеюсь на то что все таки все таки это банкротство не последует правда не опять же не знаю не представляю как это все должно выглядеть вот дорогие друзья теперь и вы знаете что я большой поклонник то есть не просто большой поклонник а я большой поклонник ресторана 12 туле в которой удобно расположился прямо вот ну чуть ли не в центре нашего пригорода бафлогров прямо на перекрестке улиц данди и арлентон хайдс северо-западный угол так вот этот ресторан я действительно советую всем всем жителям и пригородов и даже города поверьте мне есть смысл потратить время потратить деньги на бензин для того чтобы приехать даже живя в чикаго для того чтобы приехать бафлогров и попробовать все те явства которые предлагаются в этом ресторане а там их ну просто великое множество особенно такие вещи как нарезка из сала такие вещи как котлета по-киевски и цыпленок табака грибной суп подаю который подают в таком в миске из хлеба в общем короче говоря ну просто просто сумасшедший сумасшедший ресторан очень вкусный и самое главное этот ресторан открыт среда четверг пятница суббота воскресенье среда четверг и пятница с 4 30 дня и до как говорится последнего клиента в этом ресторане в субботу в 11 утра открываемся и опять же гуляем до упаду но воскресенье как все порядочные люди идем на бранч идем на ланч идем на дэнер в этот ресторан он и ресторан открывается в 12 часов очень такой человеческий совет лично от меня вы когда будете звонить в этот ресторан для того чтобы сделать резервейшн кстати номер телефона в ресторане на двести двадцать четыре триста сорок семь двадцать девять восемнадцать триста сорок семь двадцать девять восемнадцать восемнадцать так вот позвонив по этому номеру во первых сделайте резервейшн во вторых обязательно спросите про те specials которые они предлагают в этот день потому что у них каждый день открыт когда ресторан открыт есть определенные specials которые я думаю всем придутся по душе по карману и по вкусу кстати очень рекомендую такую вещь как хреновуха это водка с таким очень классным привкусом хрена замечательная очень что-то такое специальное и для женщин это такой напиток на стоечка такая называется бриоль так вот обязательно попробуйте это попробуйте их там более восьми сортов пива причем все на разлив тара абсолютно такая наша ностальгически советская то есть пол-литра и литр этого пива и по моим последним данным там даже появилась такое пиво как оболонь это для но для киевлян вообще для любителей пиво 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 это конечно замечательный такой прохладительный напиток ну и кроме всего прочего обязательно закажите там рульку а вы просто скажите рулька и вы потом поймете что это такое и обязательно обязательно попробуйте их десерты всякие тортики в них сумасшедшие блинчики с фруктами в общем короче голодными вы оттуда не уйдете точно уйдете довольными сытыми и хорошо погулявшими но самое главное это то что на этой неделе запомните пожалуйста фразу почем опиум для народа почему потому что сказав эту произнеся эту фразу придя в ресторан вам вынесут такой интересный наборчик из 12 стульев и каждый стул сам собой является не себя несущим определенное сокровище то есть какой-то специальный такой подарочек сюрпризик от хозяев ресторана поэтому запомните фразу почем опиум для народа вот заходите в ресторан первым делом где мой столик и как только сели за столик тут же вопрос почем опиум для народа и вам тут же вынесут вот эти 12 стульчиков с таким вот причем лотерея беспроигрышные какой бы вы стульчик не выбрали вы получите определенный подарок поэтому дорогие друзья адрес ресторана 1224 west dandy road в баффало grove угол баффало grove и arlington heights номер телефона 224 347 2918 347 2918 приходите кушайте пробуйте выпивайте получаете удовольствие и передавайте привет от меня анатолий червец ну а пока я с вами прощаюсь будьте здоровы всех вам благ